Получение квартиры – дело непростое. Сначала, как и положено, необходимо подписать бумаги, чтобы жить в новом доме совершенно законно. Нередко приходится слышать истории, что дети, оставшиеся без попечения родителей, получают, мягко говоря, не очень качественное жилье. Но это не про наш муниципалитет. Наш район очень ответственно относится к подбору квартир детям, так как квартиры даются в новых новостройках, в новых домах, прекрасной планировке, хорошо отделанной. То есть наш любой ребенок может туда въехать, обустроить как-то квартиру мебелью, создать уют и уже жить. Ключи новоселам Анастасии Макаровой и Вере Данилочкиной, а также полезный подарок – мультиварку – вручает лично глава муниципалитета Валерий Венцель. Поздравляем, вручаем вначале букет. И ключи квартиры. Я все души поздравляю. И для пользы вот такой еще небольшой подарок от нас. Вот эта улица Радужная, вот этот дом 2. Настя и Вера теперь соседки. Одна живет на 11-м, другая на 7-м этаже. У каждой по 32 квадратных метра личного пространства. Я не привыкла к такому. Здесь сделан качественный ремонт. В буквальном смысле заезжай и живи. Настя Макарова с 11-го этажа, натура творческая. Соответственно, в новой квартире найдется место и для рисования, и для танцев. Рисунками хочу обвесить это все. А что за рисунки? Которые я нарисую. А вы рисуете? Угу. Один шкаф большой, этого достаточно. Кровать. Комод. Нет, телевизор я не смотрю. Шкаф с большим зеркалом будет, и я буду танцевать. Спускаемся на 7-й этаж. Квартира студии Веры точь-в-точь повторяет жилье Насти. Большие окна, уютный балкон. Но в отличие от соседки, Вера намерена подойти к преображению будущего жилья более радикально. Бежевые, нежные цвета. Вот. Обои тоже бежевого цвета. То есть обои вы будете менять? Да. Хочу посмотреть на кровать, диван, кухню. Ну, если влезет сюда шкаф большой, купе. В этом году планируется, что в Ленинском районе квартиры получат 11 детей, оставшиеся без попечения родителей. 9 из них уже въехали в новое жилье. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.